И обычно я говорю людям, что первый раз, когда я приехал в Одессу, это выучить некоторые новые шутки. И поэтому вот почему мне нравится этот предмет, который я буду вас обучать на этом видео. Введение в иудаизм. Потому что в этом предмете я смогу больше шутить. И до того, как я начну, нужно еще одну вещь сказать. Самое важное, что я привез с собой, это новые фотографии моих внуков. И поэтому я их оставлю здесь, вы сможете посмотреть на них. Поэтому давайте начнем. Мне кажется, что чем старше я становлюсь, тем чаще мне нужно присаживаться. И те, которые из вас новички, всего пару предложений о себе. Уже где-то 36 лет я верующий. И 20 лет из которых я вел мессианскую общину. И теперь я не являюсь лидером, я просто прихожанин. И лидер той мессианской общины попросил меня помочь ему, и поэтому я помогал. И таким образом у меня больше свободного времени путешествовать, ездить туда, куда Бог хочет, чтобы я поехал. Давайте посмотрим. Моя жена и я только три месяца назад у нас была 39-я годовщина со дня свадьбы. У нас четверо детей, шестеро внуков, внучек. И теперь она, моя жена в Охайо, с нашими внуками и детьми. И также хочу вам сказать, что Я пропустил прошлую пятницу, был день рождения сына моего старшего сына, моего внука. И я пропустил этот день рождения, чтобы находиться здесь. И знаете, что это означает? Вы все лучше слушаете и очень внимательно. Или же я привезу с собой моего старшего внука. И он использует свое таэквондо, чтобы вы слушали. Давайте начнем. И то, каким образом я преподаю этот предмет. В нем есть пять основных разделов. И также в каждом из разделов есть несколько тем. И поэтому первый раздел называется «Исторический обзор и развитие иудаизма». И давайте сначала поговорим о том, для чего необходимо изучать иудаизм. В церкви, ну, там не думают, что это слишком важно. И иногда даже мессианские верующие думают так же. И они думают, почему мне надо изучать этот обыкновенный иудаизм. И я могу вам дать несколько причин. Первая причина то, что это поможет вам понять Библию лучше. И даже Новый Завет в том числе. И в христианском мире ничего не знали, не имели понимания об иудаизме на протяжении 16-17 веков. И потом в 18-м веке. В научном мире Европы. Развивалась новая наука археология. И ученые больше заинтересовались в древних культурах. И они начали больше интересоваться тем, какова была жизнь во времена Нового Завета. И они думали, что, может быть, это поможет им понять некоторые события, некоторые учения. И вот что они обнаружили. Что весь Новозаветный мир — это был еврейский мир. И что вы не смогли бы полностью понять Новый Завет. Без понимания иудаизма. И то, каким образом и чему учили раввины. О чем они думали. Это очень важно. И, конечно, в мессианской еврейско-библейской школе. Если вы хотите отождествлять себя с еврейским народом. Также вам нужно понимать еврейский образ мышления. Что было причиной тому, что евреи являются такими сейчас? Это история и мысль, философия еврейского народа. Но есть еще одна причина. Если вы будете понимать иудаизм. Вы увидите, что у раввинов было лучшее понимание некоторых отрывков Писания лучше, чем у служителей христианской церкви. Например, в середине II века, сразу после времен Иешуа. В это время христианские лидеры начинают отвергать иудаизм и еврейский народ. Они не хотели ничего слышать об еврействе. И также многие, которые были новообращенные, на них воздействовала греческая философия очень сильно. И греческая философия учила тому, что любая вещь, любая материя, она уже несла в себе зло. И я также думала о том, что бы это значило. Это означает, что тело наше физическое, оно зло, оно плохое. Поэтому вместо того, чтобы смотреть на наши тела, как утворенные Богом, и поэтому наши тела, это хорошее, это... то в греческой философии, наоборот, нужно было как бы избавиться от тела. И поэтому в Египте началось одно движение монашеское. Они жили сами по себе в пустыне. Они не находили никакого удовольствия в как бы физическом теле. И затем позже, в Римно-католической церкви, это привело к учению о целибатии, обетии безбрачия. Этого в иудаизме нет. У еврейского народа было намного лучшее представление, чем в церкви. И также можно привести многие другие примеры. И когда я говорю такую фразу, «Раввины учили», или «Иудаизм учит», или «Евреи верят», то я буду вам говорить о самой лучшей стороне. И также о том, что верят большинство раввинов. Если я вам скажу, что евреи верят, что шаббат – это очень важно. И может большинство тех евреев, которых вы знаете, они так вообще не чувствуют. И в действительности большинство евреев, которых я знаю в Майами, им в принципе все равно в отношении шаббата. Понятно? И я буду учить вас идеалам иудаизма. И даже если большинство евреев в наше время они не очень религиозны. Все еще остается правдой, что еврейская философия повлияла на их образ мышления. И какой был иудаизм во времена написания Библии? И каждый из вас прочитал Библию по крайней мере один раз. Какой главный элемент, какая главная составная часть еврейской веры в Библии? Это то, что Бог даровал Тору. И такой был стиль жизни. Кто должен был учить Торе? Это было племя левитов, колено левитов. И каково было самое важное место иудаизма во времена Библии? Во-первых, сначала это была Скиния. Пока Соломон не построил храм в Иерусалиме. И это было основное место еврейского поклонения. И также левиты должны были учить закону все колена Израиля. И также в соответствии с Библией видно, что не очень часто это происходило. И поэтому храм это было то место, где люди могли проявлять свой иудаизм. И более чаще евреи не были верны Торе. И поэтому Бог поднимал людей, пророков, для проповеди покаяния. Иногда люди слушали. Они каялись. Бог снова восстанавливал Своё благословение. И затем этот цикл повторялся снова и снова. Пока наконец Северное Царство не было пленено Ассирией. Или же, говоря современным языком, это был Ирак. Южное колено Иуды Смогло просуществовать самостоятельно больше на 140 лет. Пока Иерусалим был разрушен. И разрушен был храм. И большинство евреев было уведено в Вавилонский плен. Что также в наши дни это Ирак. И что-то уникальное произошло в Вавилоне. И евреи начали размышлять о том, почему это произошло с нами. И у них были записи пророческих книг. И пророки говорили, это потому что вы не сохраняли и не соблюдали Тору. И поэтому было определенное число евреев в Вавилоне. Они начали встречаться, собираться вместе. Они хотели читать Тору. Хотели изучать ее. И хотели исполнять ее. Потому что Бог дал обетование, что Вавилонское пленение будет длиться только 70 лет. И они думали, если Бог снова восстановит нас, наше государство, то мы не хотим быть рассеянными снова. И поэтому происхождение синагог восходит ко временам Вавилона. Синагога – место, где евреи могли встретиться вместе как сообщество. Где они могли учиться. Вспоминать праздники Израиля. Также есть еврейское писание, которое называется «Перкей Авот». Оно очень старое. И оно прослеживает основные черты Торы от одного поколения к другому. И там говорится, Моисей получил Тору на Синае и передал ее Иисусу Новину. Иисус Новина старейшинам. Иисус Новина старейшинам пророкам. И пророки передали человеку Большого Собрания. И что они имеют в виду, говоря, Большое Собрание? Это была группа лидеров в Вавилонской стране. И затем говорится, что Шимон, праведник, он выжил и был в этом собрании. И затем Антигонос перенял традиции от Шимона. И затем Йосеф бен Езер и Йосеф бен Йоханан переняли традиции от них. И затем Йохошуа бен Парахья. И затем Йохошуа бен Парахья. И Нитаяф Арбел received the tradition from them. И затем Нитая принял традиции от них. Я не буду читать все остальные имена, которые, вероятнее всего, вы все равно забудете. Но у вас есть понимание, что была такая запись о том, как передавалась Тора от одного поколения к другому. И также есть пять пар, которыми оканчивается этот список. И последняя пара – это Гиллель и Шамай. И Гиллель и Шамай – они жили во времена Йошуа. И поэтому в Перке Авод у нас есть список перечисления того, как передавалась Тора от Моисея вплоть до времен Йошуа. И когда они говорят о Торе, то они имеют в виду не только письменную Тору. Также они имели в виду и устную Тору. На Еврите это Тора Га Ал Пей. И по мнению раввинов, на горе Синаи Бог не только дал письменную Тору, но также Бог дал толкование Торы, которое передавалось от поколения к поколению. Я не говорю, что я верю этому. Но это то, во что верили фарисеи. И Гиллель и Шамай – они также были фарисеями. И в их времена они начали две соперничающие друг с другом школы. И вплоть до времен Гиллеля и Шамая Традиция и толкование, оно имело больше одну форму. Но в времена Гиллеля и Шамая начали появляться некоторые различия. И мы уделим этому время. Через пару минут. И после Вавилонского царства Персы захватили еврейский народ. И Персы позволяли больше религиозной свободы. Поэтому это было мирное время для Израиля. Но также с того времени сохранилось очень мало исторических документов. Поэтому очень мало деталей у меня о той жизни в то время. И где-то в 340 году до нашей эры Александр Македонский захватил Персидскую империю. И поэтому еврейский народ также подпадает под их правление. И это стало причиной очень трудного времени для иудаизма. Поначалу не было особого давления. Греки не оказывали давление на евреев, чтобы оставить иудаизм. Но еврейская мысль, греческая философия, которая называется эллинизм. Была очень сильным, могущественным миром идей. Так как новые философские методы были очень интересными. Также идеалы красоты были новыми. Греческая архитектура также была новой и она делала акцент на красоте. И многие евреи начали проявлять интерес к греческому миру, к эллинизму. Конечно, проблемой стало не то хорошее, что было в греческой мысли. Но проблема была, это греческие боги. А также некоторые сферы греческой мысли, греческой философии, которые были очень небиблейскими. Греческие идеи, представления о цели человека. Также сексуальные идеалы. Они все были очень небиблейскими. И поэтому это начало время, это начало период испытания, проверки для еврейского народа. И с тех времен есть некоторые исторические документы, в которых есть описание этого периода. Также есть исторические документы о героях, которые защищали иудаизм. Также некоторые философские труды. Философские труды написаны с такой целью, чтобы убедить евреев, что иудаизм это единственный правильный путь. И также в начале второго века до нашей эры. Извините, после смерти Александра Македонского, его царство разделилось на четыре части. Под руководством четырех генералов. Один из них был в Египте. Остальные были в Дамаске, Сирии. И они боролись друг с другом в течение многих лет. Но в первой половине второго века до нашей эры Сирийцы и греки, они руководили Израилем. И они начали оказывать больше давления на евреев. Чтобы оставить иудаизм и стать эллинистами. И они преуспевали в этом. И большинство евреев не осталось верными Торе. И затем Антиох, Сирийский царь, Он воевал против Египта. И также он был против настроен евреев. И также в этот период усиливался Рим, Римская империя. И также они начали распространять свое влияние на Ближнем Востоке. И поэтому представители Рима встретились с Антиохом. Они встретились с ним в Египте и говорят ему, что мы не хотим, чтобы вы нападали на Египет. И история развивается приблизительно таким образом. Он говорит, ну, мне нужно об этом подумать. И они нарисовали круг, обвели круг вокруг него на песке. И сказали, ну, бери столько, сколько хочешь. Но прими решение до того, как ты выйдешь из этого круга. И он знал, что эти люди имели в виду. И он решил, что не так уж он и силен был, чтобы сражаться, бороться против Рима. И вы можете представить себе, насколько он был зол, насколько он расферепел. И снова он должен был возвращаться через землю израильскую домой. Со своей армией. И поэтому он вылил весь свой гнев на евреев. Он был сильно огорчен, что были евреи, которые все еще исповедовали иудаизм. Поэтому он пошел в храм. Он там принес жертву свинью Зевсу. Также убил некоторых религиозных евреев. Также он издал указы, издал законы против тех, кто исповедует иудаизм. И те мальчики, которых обрезали, их убивали. И затем сирийские солдаты пришли в небольшое еврейское поселение под названием Мадим. И они хотели, чтобы евреи этого города поклонялись языческим богам. И некоторые евреи начали. И также в том поселении жил один старец-священник. Его имя был Матататайас. Матататайас. Матататайас, его имя. И он взял меч. И он убил этого еврея. Затем он убил греческих солдат. И вот так началось повстание против ассирийцев. И вскоре после этого он умер. Но его сын Иуда продолжил войну. И через несколько лет евреи вытеснили ассирийцев из Израиля. И также восстановили храмовое поклонение. И вот откуда появляется, возникает еврейский праздник Ханукка. И история такова, когда они вошли в храм, то особое масло и лей, которое использовалось для зажигания миноры в храме, было этого масла только на один день. И оно, его хватило на восемь дней. И поэтому Ханукка празднуется в течение восьми дней. И также в этот период появляются четыре группы, которые существуют также и во времена Нового Завета. И очень важно понять их, чтобы понять хорошо фон Нового Завета. Первая группа – Саддукеи. После того, как Иуда и его братья победили в войне против ассирийцев, они начали править в Израиле. Они стали аристократической семьей. В конце концов они разбогатели. Они контролировали храм и поклонение в храме. Но они стали менее верными Торе. И затем появляется группа Саддукеев. Вторая группа, которая началась в то время. Первое упоминание об этой группе в 131 году до нашей эры. Это фарисеи. И корень этого слова означает «отделяться». И поэтому они были, они отделились, с целью религиозной чистоты. Поэтому они были хорошими ребятами. Они были теми, которые соблюдали Тору. Они были более верны Богу. И также мы должны фарисеям за то, что они сохраняли Писание, сохраняли Тору. Все идеи, что значит быть верными Богу. Также была еще одна группа, которая думала, что фарисеи не были достаточно серьезны. И они отделились в свои собственные общины. Исеи. И некоторые сообщества, где жили эти люди, были только для Исеев. Некоторые жили среди народа, но все равно вели свой собственный стиль жизни. Одна из общин Исеев была в Кумране, возле Мертвого моря. И это то, где были найдены большинство свитков Мертвого моря. И также они развили новый вид толкования Писания. На иврите это звучит Пешер. И вот каким образом это было. Например, вы читаете пророческие книги. И вы видите, что что должно произойти в будущем. И каждый пытается узнать, ну, когда это произойдет, каким образом это будет, все. И когда Исеи читали пророческие книги, Исеи говорили, это мы. Это наша община. Это наше сообщество. То есть они смотрели, они видели себя в исполнении этого пророчества. И никакая из предыдущих групп такого не делала раньше. И поэтому некоторые из их Писаний, их книг были очень интересны. И когда вы читаете Новый Завет, то также вы можете сказать, что некоторые части Нового Завета также Пешер. Так как апостолы читали Танах, читали Писание. Они читали пророческие книги. И они говорили, это мы. Это было написано в Иешуа, который перед нами. И поэтому такой метод толкования Писания называется Пешер. И также фарисеи и есеи Они не имели ничего против римского руководства правления над Израилем. Только чтобы они могли в это время исповедовать свою религию. И в 63-м году до нашей эры Римляне завоевали эту часть мира. И была еще одна группа, которая говорила, мы не хотим, чтобы кто-то еще правил в Израиле. И они говорили, если евреи — это народ Божий, тогда это оскорбление для Бога, чтобы кто-то другой правил над Его людьми. И они были всегда готовы начать повстание против Рима. Эта группа называлась Зелоты. И все эти четыре группы были очень активны во времена Иешуа и апостолов. Поэтому невозможно понять Новый Завет без понимания этой истории. Как представители этих групп думали. Их история. Какие разногласия были между этими группами. И также те политические разногласия, которые были в Израиле. И также один из апостолов Иешуа назван Симон Канани. И что означает это слово? Вы знаете? Это слово означает зелот. Политически он был зелот. И кого зелоты больше всего ненавидели? Они ненавидели тех евреев, которые сотрудничали с Римом. И конечно еврейские сборщики налогов это был самый наихудший пример. Также один из апостолов Иешуа, Матфей, был сборщиком налогов. Представьте себе, что это было. Он говорит, хорошо Господь, я думаю, что ты знаешь, что делаешь. Но почему ты позволяешь этому человеку быть твоим другом? А Матфей может в это время говорить, ну хорошо Господь, думаю, что ты сказал им, чтобы они меня не убивали. Понимаете ли вы все то разнообразие, разношерстность всех тех людей, которых призвал Иешуа? Они не были самыми лучшими друзьями до того, как они уверовали, как они пришли к Иешуа. Но они были представителями еврейского народа. И давайте возвращаемся к Гилелю и Шамаю. И как я уже упомянул, это был тот период, когда в традиции появились некоторые разные направления. И там были различные люди. Шамай по своей натуре был намного жестким человеком. Гилель был более мягким, нежным. И есть история для иллюстрации этого. Один язычник пришел к Шамаю. И он сказал, я думаю о том, чтобы принять иудаизм. Он сказал, можешь ли ты меня научить Торе, стоя на одной ноге? И поэтому Шамай взял палку, начал бить его и прогонять его. Он пошел, язычник пошел к Гилелю и попросил тоже. И Гилель сказал, что ты ненавидишь. Не делай этого другим. А все остальное это комментарий. А теперь иди и учись. И эта фраза, иди и учись. Гилель сказал это язычнику. Который думает, размышляет об обращении. Другими словами, тот, который ничего не знал. Помните, в Новом Завете, Иешуа однажды сказал эту фразу? Кому он сказал это? Я думаю, это был фарисей. Поэтому, как видите, это было бы большим оскорблением. Другими словами, что ты думаешь, за кого ты меня считаешь? Ты что говоришь, что я вообще ничего не знаю? Понимаете сейчас, что Иешуа делал? Это было оскорблением. Это как сказать, ну, ты ничего не знаешь. Начни снова. Давайте сделаем.